Все важно в процессе обучения. Мотивация и крепкое здоровье в первую очередь. Депутаты хотят вернуть в школы медкабинеты и врачей. Подготовлены соответствующие поправки в законодательство. Сейчас без разрешения родителей учитель не вправе ребенку йодом рану помазать. Более того, ни родители, ни поликлиника не обязаны предоставлять в школу справки о состоянии здоровья ученика. А сама школа не имеет права их требовать. Потом происходит, как, например, в Белгороде после забега на 300 метров умерла 12-летняя девочка. В Уфе после кросса на 500 метров погиб подросток. В Сочи мальчику стало плохо во время урока, но никто не сумел оказать ему первую помощь. Скорая ехала слишком долго. Что же делать, обсудим. У нас в студии заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития заслуженный врач России Леонид Печатников. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Доброе утро. Как вам кажется, если бы в этих случаях, о которых Лена говорила, в школах находился постоянно доктор, или было бы к кому обратиться за помощью, возможно, детей удалось бы спасти? Вы знаете, я думаю, что я вас удивлю, но, скорее всего, этого бы сделать не удалось. Мы довольно часто в последнее время обсуждаем эту тему. Действительно, в законе об образовании не предусмотрен врач в школе. И, казалось бы, введение этой нормы было бы благом. Я должен, правда, сделать одну ремарку. Я вот сейчас то, что я буду говорить, я буду говорить о московских школах. Дело в том, что это может оказаться для Москвы вредным, потому что скорая помощь приедет через 5-8 минут. К детям они приезжают сегодня не медленнее, чем за 8 минут. Приезжают люди с оборудованием, которое и предназначено для того, чтобы оказать эту экстренную помощь. А школьный врач, кем бы он ни был, он не в состоянии этого сделать, и мы просто теряем время. Но что-то скоропомощное, а тут же учитель не может подойти к ребенку. И учитель не знает, чем болен ребенок. Вот еще что ваше. Даже по аналогии с каким-то массовым мероприятием, где обязательно, неважно, в Москве, в регионах присутствуют врачи скорой помощи. Конечно. Вот когда врач скорой помощи, и не просто врач скорой помощи, а, простите, сама машина скорой помощи, которая стоит рядом, и эта машина оснащена, там ведь есть все для оказания экстренной помощи. А сам врач, будь он трижды академиком, он ничего не сделает, если у него нет соответствующего инструментария. Ну, согласитесь, что это так. А как вам кажется, что нужно реорганизовать во взаимоотношениях школы, поликлиники, родителям, и, возможно, вы дадите рекомендацию, выходящую за пределы Москвы? Каждый регион – это абсолютно своя специфика. И вот мне кажется, для Москвы, ну, не годится для огромной страны под названием Якутия, например. Понимаете? Или Пермский край. Это огромные территории, иногда малозаселенные, и там в поселках находятся школы. И здесь я бы не дал рекомендацию, чтобы в этой школе, может быть, не было врача-педиатра. Как вы оцениваете ситуацию, которая тоже сложилась в последнее время, когда школа остается в неведении о состоянии здоровья ученика, потому что родители не обязаны предоставлять эти данные? Это плохо. Безусловно, нормальные родители, они должны, перед тем, как везти ребенка в школу, должны пройти диспансеризацию в своей детской поликлинике. Не только перед тем, как они впервые идут в школу, в первый класс. Нет, нет, конечно, каждый год. Каждый год. Но сейчас родители могут отказаться и такую справку в школу не предоставить, и школа, как мы понимаем, не имеет права потребовать. Если родители так наплевательски относятся к здоровью ребенка, то никакой закон их не изменит. И это дело, мне кажется, каждых родителей, и это дело их чести, это дело их, в общем, родительская обязанность, чтобы дети проходили через детскую поликлинику, независимо от того, требует у них школа эту справку, нужно ли это в бассейн предоставлять. Это просто их родительский долг, на мой взгляд. Спасибо, Леонид Михайлович. Спасибо. Пожалуйста, будьте здоровы. И вы. Спасибо. Нужны ли врачи в школах? Мы обсуждали с заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития, заслуженным врачом России Леонидом Печатниковым.